Селяму алейкум, херлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсу Мхарилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это известный политический обозреватель и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, управляющим делами парламента страны Рамизбей Юнус. Рамизбей, селяму алейкум. Валейкум ассалам, ва рахматулла ва баракату, эрмятлей, Гульсу Мханум, витаю вас, дякую за запрошение, Приветствую и вас лично, и всю нашу уважаемую аудиторию. Дякую, Чок Савловна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, поэтому, конечно, нашу беседу я бы хотела начать с актуальных новостей относительно промежуточных выборов в Соединенных Штатах Америки. Как известно, после выборов 2022 года контроль над Палатой представителей Соединенных Штатов Америки перешел от демократов к республиканцам. А вот в последнее время мы слышали из уст некоторых республиканцев то, что Украине нужно сократить якобы финансовую поддержку. А вот как вы относитесь к подобным заявлениям? И будут ли действительно какие-то изменения после выборов в поддержке Украины со стороны США и со стороны превалирования республиканцев в Палате представителей? Я уже так много отвечал на разных каналах на эти похожие вопросы. Давайте я тезисно быстро пройдусь по главным моментам, которые очень важно сказать и в эфире вашего уважаемого нового канала. То есть, самое главное, тезис главный, на этих выборах победила Украина. Вот это можете даже в заголовок это дать, потому что это на самом деле так. Почему? Потому что я всегда говорил, не драматизируйте ситуацию, особенно предвыборная обстановка. Все обычно врут. Врут и те, врут и другие. Врут демократы, врут республиканцы. Это всегда так во всем мире. В демократическом мире еще больше врут, потому что средства массовой информации и все остальное для того это делают. Это соревнования. И половина того, что было сказано, оно не имеет никакого реального применения после того, когда эта предвыборная кампания заканчивается. Вот она закончилась. И теперь мы видим, что крайне левые демократы, крайне левые демократы проиграли и крайне правые республиканцы проиграли. Вот крайне правые республиканцы, это трамписты, как их называют. И крайне левые республиканцы, это вот эти 30 демократов, которые подписывали письмо, если помните. Вот это позорное письмо. Вот такого типа. А в середине центристы. Центристы-демократы и центристы-республиканцы, они прошли. Более того, они нарастили даже свое преимущество. И когда все говорили, что опросы общественного мнения говорили о том, что будет цунами республиканское и в Нижней Палате, и в Верхней Палате, а получилось все наоборот. И именно получилось по причине, по двум вопросам. Первый касательно внутренней политики США, второй касательно внешней политики. Во внутренней политике это была тема абортов. И здесь как раз-таки вся Америка выступила против той инициативы, которую Трамп протащил в свое время через Верховный суд. И поэтому здесь именно все те, кто выступали против этого, они поддержали как раз-таки, не поддержали ни крайне левых, ни крайне правых. Точно так же, что касается внешней политики. Внешней политике точно так же все те, кто выступали за урезание помощи Украины или просто не акцентировать на эту тему, больше внимания уделять совершенно другим вопросам, они также потерпели фиаско. И в результате этого получилось даже Верхняя Палата, Сенат, демократы победили. Они не то, что не проиграли, они даже вот, ежели они во втором туре сохранят место в Джорджии, которое принадлежит им же, опять же, да, их сенатор там пока представляет, то будет 51 на 49. А на сегодняшний день это было 50 на 50. Поэтому они даже в принципе смогли или сохранили как было 50 на 50, или же нарастят на один голос даже побольше. Ну, во всяком случае, они отстояли Верхнюю Палату. А в Нижней Палате предрекали 255 голосов республиканцев. Они с трудом 218 набрали на сегодняшний день. 218 это уже большинство может быть, да, и все. Ну, то есть поменялись чуть-чуть местами, но в результате не произошло всего того, что предрекали. А причиной этого, если говорить о внешней политике, именно общественное мнение Америки, и если когда мы говорим про общественное мнение, могут сказать, ну, это заказное общественное мнение или этих, или этих, но выборы это уже как документ. Это показало то, что на самом деле Америка поддержала линию на поддержку Украины. И исходя из этого, сегодня, естественно, два года еще следующий будет президент Байден продолжать свою работу. Значит, исполнительная власть получила этот мандат. Что касается Нижней и Верхней Палаты, там паритет. И я так думаю, по теме Украины они, скорее всего, будут договариваться. У них проблем на этой теме не будет. Ну, естественно, они будут спорить, может быть, спекулировать, будут использовать это как причину, чтобы там, если не будут договариваться по внутренним вопросам, они будут на этой теме спекулировать. Вот типа как сейчас они вбросили вот эту тематику. Опять же, вот эти трамписты вбросили это для того, чтобы проверить. Ежели здесь тема просто проверить, здесь никаких проблем нет. Если на самом деле выделяете деньги, хотите проверить, идут эти деньги туда или не то, то ради бога проверяйте, кто выступает против этого. Никто в Америке не выступает против этого, и никто в Украине против этого не выступает. Но другое дело, если вы это хотите использовать как причину для того, чтобы тормозить помощь, это уже другой вопрос, это у вас не получится. Потому что, ежели нижняя палата даже это поднимет, верхняя палата это просто заблокирует. Потому что по законам Америки в верхней палате 60 голосов нужно для того, чтобы преодолеть минимум. Да, здесь уже у республиканцев и того нет. То есть поэтому, а я уже не говорю, что у президента есть право вето для того, чтобы накладывать. Поэтому, резюмируя, я могу сказать, что поддержка Украины как была, так она осталась. А выборы юридически это еще закрепили. Поэтому не то, что не драматизируется ситуация, посмотрите на это очень позитивно. Я на это смотрю очень позитивно. И думаю, это хороший сигнал для всех в мире, друзей Украины, чтобы Америка устами своих избирателей сказала, что она будет идти до конца в этом вопросе и будет стоять рядом с Украиной. Рамис Бей, объясните для наших телезрителей, есть ли какое-то принципиальное отличие во внешней политике между демократами и республиканцами? В принципе, видение внешней политики республиканцев и демократ в вопросе Украины, оно чем-то отличается? Ну, если мы оставим сейчас данную ситуацию в Украине стороне на секунду и просто объясним телезрителям разницу между демократами и республиканцами, традиционно демократы сильные были всегда во внутренней политике, республиканцы во внешней политике. Почему? Потому что спонсоры, например, республиканцев в основном это богатые транснациональные компании, которые делают деньги за границей. И для того, чтобы защищать интересы этих транснациональных компаний, нужно быть активным на тех территориях, где они делают деньги. Это везде, Ближний Восток и Азия, где хотите. И поэтому республиканцы довольно активны там, где эти деньги делают с их спонсорами. Конечно, и у демократов есть определенные спонсоры за границей, но если по масштабам их сравнивать, то у республиканцев их намного больше. И поэтому на выборах всегда те штаты, которых волнуют больше внутриполитические вопросы, они в основном постоянно голосуют за демократов. А те штаты, где аккумулируются вот эти компании, например, которые зарегистрированы в США в том или ином штате, то они в основном, конечно, более склоняются к республиканцам. Что касается конкретно Украины сегодня, дело в том, что Соединенные Штаты Америки уже вклинились в эту тематику и двупартийно вклинились. Они понимают, что сегодня тема агрессии России против Украины – это не просто локальный конфликт, это глобальный конфликт. И в результате этого перекраивается вся геополитическая ситуация на планете, будет создана новая система безопасности, все будет по-другому. И здесь невозможно без лидирующей роли Соединенных Штатов Америки. Я уверен и не сомневаюсь буквально, что это было лейтмотивом беседы Джо Байдена и Си Цзиньпини на саммите G20. Потому что они говорили наверняка о всех рисках, которые стоят перед человечеством, включая ядерную катастрофу. Плюс о создании нового многополярного мира, где будут, конечно, лидерами Соединенных Штатов и тот же Китай. Какие-то дополнительные еще центры будут наверняка. Индия, Пакистан, Турция, Бразилия. То есть вот такого типа многоволярный мир. И наверняка они на эту тему все говорили, рассуждали. Исходя из этого, довольно нетрудно предположить, что двупартийная поддержка Украины базируется именно на этом понимании. В первую очередь, потому что это не проблема демократов или не проблема республиканцев. Это проблема Америки. Америка сегодня, когда Америка не занималась Ближним Востоком, 20 лет неправильно занималась. И после развала Советского Союза. 11 сентября 2001 года это пришло к нам сюда в виде троедии. Посмотрите, что происходит сегодня по всему арабскому миру, по Ближнему Востоку. Откуда уходят Соединенные Штаты? Свято место пусто не бывает. Туда приходит Россия, туда приходит Иран. Вот возьмите тот же Ближний Восток, да, ту же Сирию. Вот это все, Йемен. Исходя из этого, естественно, а постсоветское пространство и вообще Европа, это же детище Америки было после Второй мировой войны, а после развала Советского Союза Соединенные Штаты Европы. Евросоюз и Соединенные Штаты Европы. То есть американцы это создавали в свое время после Второй мировой войны по плану Маршалу, это Европа. А потом, когда это дошло до победы в 91-м году над Советским Союзом, они сдали территорию просто немцам, французам, своим союзникам, итальянцам. И в результате посмотрите, что получилось. И они понимают, что это уже не работало. То есть однополярный мир, где как будто бы Америка доминирует, но по старым правилам. И в результате мы увидели нового монстра, нового Гитлера, и получается вот то везде, он размахивает везде ядерной дубинкой. И они поняли, что надо заниматься. И естественно, они вклинились, и я так думаю, потому что если они не вклинились и не решат этот вопрос до конца, это ударит по интересам Соединенных Штатов, это ударит по интересам транснациональных компаний, которые спонсируют тех же демократов, тех же республиканцев, всю Америку, да, в этом плане. Поэтому нужно заниматься этой проблемой. То есть поэтому, когда вы меня спрашиваете, подходы здесь, если мы говорим чисто с точки зрения Америки, здесь двупартийная поддержка потому такая она и происходит. Потому что эти люди понимают о том, что это интересы в первую очередь Америки. Если 24 февраля до конца этого не понимали, когда готовились к близкарику, да, и к капитуляции, но Украина заставила своим героизмом американцев проснуться, что уже сегодня не будет ситуации 2014 года. Украина пойдет до конца. И Украина уже из объекта международной политики превратилась в субъект международной политики, с которым уже считаются. И уже Америка поддерживает, в моем понимании, где-то порядка 70%. А вот эти выборы показали, что даже больше, чем 70% сегодня общественного мнения Америки и политического истеблишмента говорят о том, что нужно в этом вопросе идти до конца. Поэтому здесь двупартийная поддержка. И большой разницы в теме Украины я пока что не вижу. Ну а на ваш взгляд, что Белый дом мог бы сделать еще в вопросе помощи Украине? Что лично вы бы сделали в поддержке и помощи Украины вместо Белого дома? Какие еще решения мог бы принять Белый дом, но в силу определенных причин до сих пор не принимает? Или таковых нет? Знаете, если бы был бы я, конечно, я поступал бы совершенно по-другому. Но дело в том, что, к сожалению, сегодня в Белом доме находится старый истеблишмент. То есть и не только в Белом доме, и в Конгрессе. Вы посмотрите на возраст людей, которые сидят там. И они все видели Советский Союз. Они видели все развал Советского Союза. Байден вообще общался еще лично с Брежневым. Поэтому у них совершенно тот бэкграунд, который у них есть. И на их глазах был развал Советского Союза, который прошел через авантюру Афганистана, войны в Афганистане. И вот тогда войну в Афганистане использовали как наживку для того, чтобы тихо-тихо развалить Советский Союз. Давайте это честно признаемся. Это на самом деле сегодня уже всем известно. Это было именно так. И в течение 10 лет, с 79-го года по 89-й год, пока войска Советского Союза, а то позорно, не ушли. Советский Союз разваливали. Вот точно так же, как сегодня, например, давят по всем направлениям на ту же Россию. То есть и санкционная политика была, и звездные войны были. То есть гонка вооружения была. И поддержка моджахедов была теми же стингерами. Там же Бен Ладан как раз таки там был. И Пакистан, и Саудовская Аравия, и во главе с Соединенными Штатами. То есть поддерживали. И поэтому Советский Союз там ничего сделать не смог. Бомбил ковровые бомбежки. Все, что хотите делать. Вот та же ситуация, что сегодня и происходит вокруг Украины. Но здесь огромная существенная разница. Вы не Афганистан. Но я в самом начале войны всегда это говорил. Вы должны понимать, это тактика. Тактика та же. Потому что по-другому, по-другому победить этого медведя просто невозможно. Просто невозможно. И для того, чтобы быть уверенным, что эта тактика сработает, надо быть, наверняка, эту уверенность им даете вы. Потому что в самом начале ни у кого этой уверенности не было. Я так думаю, этой уверенности даже не было у украинцев. Я имею в виду у многих украинцев, которые видели с 2014 года, что происходило. И как на Западе, и как на том же Донбассе. Но когда буквально вы сумели отстоять первые несколько дней. Первые несколько дней. Сегодня даже многие из них выступают и говорят, вспоминают, как это было первые дни. И когда ты представляешь, чего это стоило украинскому народу. Это на самом деле героизм. Героизм всего народа. То есть это и власть, это и оппозиция, и гражданское общество, и журналисты. Все, буквально все, все украинцы. Вы прошли через это, и вы как-то консолидировались. Это феноменто. Такое бывает. Такое бывает. И этим самым вы как будто бы встряхнули всех. Сами консолидировались. И встряхнули весь мир. И после этого, конечно, процесс пошел именно в том направлении, в котором он должен был пойти. Я просто это вижу, и как это менялось, и как первая поддержка, помощь к вам пошла. И здесь еще многие сейчас говорят. Да, я тоже говорю, и точно могу повторить еще раз. Помощь могла бы быть еще чуть-чуть получше и побольше, и покачественнее. Но для того, чтобы вот эту махину, продажную махину, давайте это слово произнесем в эфире, продажную махину, которая 20 лет продавала вот эти демократические ценности, той же автократии, для того, чтобы эту махину на 180 градусов повернуть, вот должно было что-то вот такое произойти. Только, если бы вот вы не стояли бы твердо, я вас уверяю, ситуация была бы намного хуже, и намного хуже эта ситуация была бы не только у вас, но и на Западе в том числе. Режим Путина на вас не остановился бы. И дальше это уже пошло бы восходящее. А сейчас они все понимают, что нужно проявляться, нужно что-то делать. И тихо-тихо заметьте Германию, посмотрите, какая была в самом начале, и теперь посмотрите, как она ведет себя. Штайнмайер пришел перед вами, покаялся. И тихо-тихо вы уже получаете не только из Соединенных Штатов помощь и Великобритании, да, вы получаете уже из той же Европы, которая вообще даже не планировала это делать 24 февраля. То есть махина уже повернулась. Но чтобы эту махину вот так повернуть, это, конечно, нужно время, нужно было вот это все, вот эти усилия всего, всего вот в целом такого типа. Поэтому, когда вы спрашиваете, что сегодня уже, я так понимаю, все, что в публичной плоскости, это не все, что на самом деле правда. Там процентов 10-20, то, что мы знаем. Основная масса того, что на самом деле происходит, это идет не в публичной плоскости. И координационные центры здесь в США работают четко с этим в Рамштайне, у каждой страны есть свой координационный центр, и Соединенных Штатов в том числе. И 24-6 сутки они работают с вами, Резников с Остином, Милли Залужином, политики на уровне Байдена, Зеленским и так далее и тому подобное. По всем направлениям, разведка с разведкой. И это каждый день происходит. И я думаю, что они точно знают, что сегодня вам нужно. Потому что, знаете, я почему так анализирую? Я смотрю на Харьковское направление, я вижу успех. До этого не было этого, а теперь оно пришло. Когда все время мы критиковали, критиковали, но Харьковское направление пришло, успех получился. Когда потом Черсонское направление, тоже успех произошел. Сегодня я вижу как раз-таки эти люди, про которых я говорю в основном, иногда произносят города Мелитополь, Мариуполь. Они это вбрасывают уже в информационное поле. И я начинаю понимать, что значит в этом направлении будет идти движение. Другое дело, режим тишины, как они говорят. И они очень много ничего не говорят. И правильно делают, я согласен с этим. Потому что это не тема для спекуляции, чтобы вот диванные эксперты выходили бы, не владея никакой информацией. Как желтая пресса, начинали бы городить огород. Почему это так, это не так, это продалось, там взрада, тут взрада. Понимаете, я точно знаю, что ваша страна и ваше военно-политическое руководство с каждым днем становится еще более железобетоннее. И чем больше враг бьет вас вот этими бомбежками, тем вы железнее становитесь. И вот на G20, перед G20, когда вот вбрасываются вот эти темы переговоров против вас. Вот каждый день, это же 9 месяцев мы слышим эту тему переговоров. И результата никакого уже нету. А знаете, почему нету? Потому что ваш президент выходит, говори, сразу за ним выходит генерал заложный, то же самое говорит. Это говорят о том, что мы вместе, вы нас не поломаете, мы пойдем до конца. Хотите поддерживайте, хотите не поддерживайте. То есть это лишний раз дает силу, силу не только вашему населению, это дает силу и вашим друзьям за границей, которые начинают понимать, что смелее начинают действовать. И те лоббисты, которые проталкивают эту тему переговоров, они ничего сделать не могут, потому что это все упирается в вас, в вашего президента, в ваших главнокомандующих на местах. И коли вы не можете их заставить пойти на переговоры, кто может сегодня заставить украинцев пойти на переговоры? США? США этого делать не будут. Великобритания? Великобритания делать это не будет. А кроме них кто может заставить сегодня Украину? Да никто. Украину никто сегодня, кроме самих украинцев. Но я не знаю ни одного в Украине политика, включая президента Зеленского, которые сегодня вообще согласятся на какую-то тему переговоров. Потому что тема переговоров может быть только на гуманитарную тему. Валенопленные, зерновой контракт, атомная электростанция, что-то в этом роде. То есть можно про эту тему говорить. Но это все гуманитарная тема. Но тема политическая о том, чтобы начать переговоры, они возможны только тогда, когда это будет уже не возврат 24 февраля, а возврат в 2014 году. Да, можно политически начать переговоры. Если Путин встанет и заявит, да, я готов освободить Донбасс и Крым мирными средствами. Вот как, например, во Второй Карабахской войне Азербайджан и Армения 10 ноября договорились, там 4 района Азербайджан кровью освободил, а 3 района в течение месяца Армения согласилась. Потому что там 25 тысяч армян попадали бы в окружении и могли погибнуть. То есть кровью Азербайджан пришлось бы это освобождать. Ну договорились, что в течение месяца они освободят. И они освободили. Точно так же, если здесь также будет принято политическое решение о том, что вот Крым же они взяли без единого выстрела, они могут также без единого выстрела это вернуть. Но для этого, чтобы это произошло, это же должен выйти тот же Путин заявить. Он заявит? Нет. И поэтому очень хорошо, что президент Зеленский сказал, хотите переговоров? Давайте публично. То есть вот приходят, на меня давят, да, приходят мои друзья, мне говорят, он готов. Я говорю, он не готов. А они говорят, нет, он сказал, что он готов. Ну давайте сделаем это публично. Пускай он публично скажет это. А я вот повернусь, да, он сказал, давайте я тогда... Весь мир это увидит. Но он же этого не скажет. Поэтому русские отказываются от публичных переговоров, да. Исходя из этого, я согласен с тем, что до тех пор, пока вы будете вот так повышать ставки и твердо стоять, никаких тем переговоров не будет. А поддержка ваша, поддержка ваша, ну насколько я вот ее ощущаю, она идет тихо-тихо по восходящей. Может быть не такими темпами, как мы хотим, но эти темпы лучше знает ваш президент, ваш главнокомандующий, верховный главнокомандующий и главнокомандующий заложный. Они лучше знают. Я уверен, что они каждый день на эту тему контактируют. Потому что сейчас уже, заметьте, тема с дронами возникла иранскими. Она, видите, как будто бы решилась. Теперь возникнет тема с баллистическими ракетами. Посмотрим, как разрулит эту ситуацию сначала политики. Иран дернется, не дернется. А потом посмотрим, как дальше. Посмотрите, как уже тема ПВО на повестке дня появляется, довольно серьезная. Посмотрите, как вы работаете, уже сбиваете в огромном количестве. Поэтому по мере поступления проблемы, вот эти оперативные центры и будут реагировать. Я не думаю, и дойдя до сегодняшнего дня, 9 месяцев, я не думаю о том, что здесь можно на полдороге что-то оставить. И не завершить этот процесс. Я думаю, пока этот процесс не завершится, поддержка будет идти по восходящей. Можно сказать, что для переговоров есть наша победа. Назначено. И в этом контексте я вас хотела спросить, а как вы думаете, Запад, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, да и все партнеры Украины, в том числе и Турецкая Республика, уже смирились с тем, что Россия будет поражена и, возможно, дефрагментирована? Готов ли мир к этому или готовится ли уже? Мир не готов, это точно я могу сказать, но то, что он готовится, это 100%. То есть это было видно на саммите ШОС, это та территория, где это путинская территория. Мы видели, как они там все готовятся, они смотрели на него, выстоит на ногах этот медведь или нет, или еще сколько он будет стоять вот так, да. То есть, ну, уже отношение к нему было совершенно другое. Индия и Китай четко заявили недопустимость ядерного шантажа. Потом G20. На G20 вы увидели жесткое заявление и открытие второго фронта на теме ядерного оружия между Китаем и Соединенными Штатами. Они жестко это договорились. Посмотрите, ядерная риторика немножко сошла с повестки дня. Вот такая встреча позитивная между лидерами Китая и Соединенных Штатов Америки. То есть, тихо-тихо идет изоляция. Вот парламентская ассамблея НАТО собралась. Сегодня они говорят о признании России спонсором терроризма. Уже это повестка на повестке дня. То есть, каждым днем вот такого типа политические декларации усиливаются. Информационная составляющая под них, естественно, тоже усиливается. Военная поддержка, тихо-тихо, она тоже идет по восходящей. В Америке вот эти выборы лишний раз это показали. Я вижу, что вот весь этот мир, ну так скажем, цивилизованный мир, который собрался в том же Рамштайне, они понимают, что Россия в этой войне уже проиграла. А Россия в этой войне уже проиграла. Уровень этого поражения пока еще никому из них неизвестен. Вот они хотят знать, до каких пор это поражение протянется. И с украинской стороны Украина не то что не проиграла. Украина еще не победила. Еще не победила. Вот уровень этой победы еще также еще неизвестен. Потому что этот уровень этой победы, в первую очередь, зависит от вас. И опять же говорю, именно от вас. Не от американцев и Великобритании. От вас. А через вас, через вас, вот эти 70% поддержки, чтобы они превратились в 80, 90. То есть, чтобы интерес, интерес Америки к вам увеличивался бы. Потому что 9 месяцев назад интерес Америки, Великобритании был на уровне 0%. Вам никто не собирался помогать. Но заметьте, как вы их повернули. Поворачивайте их дальше. И чем больше вы будете их поворачивать, тем легче вы сами же ответите на свой собственный вопрос. Потому что сегодня я вижу уже здесь больше 50%. То есть, вот этой поддержки. В Америке, я сказал, 70% в моем понимании. В Европе это тоже больше 50%. Потому что, вот видите, они уже от этого газовой политики неправильной за 20 лет уже уходят. Почти уже приближаются к завершению. То есть, они уже ведут, а раз они меняют весь вектор взаимоотношений с той же Россией. И уже и поменяли его в огромном масштабе. Две трети они почти что поменяли. И дальше они продолжают идти. Просто за один день это невозможно поменять. И особенно в экономической сфере. Тихо-тихо они закрывают. Значит, когда они будут это завершать, они же понимают о том, что, значит, это как-то будет отражаться на той же России. Другое дело, тема ядерного оружия, тема перспективы этой территории, денуклеаризации этой территории. Скорее всего, это в первую очередь было на повестке дня между Байденом и Си Цзиньпинем. Они также это обсуждали. Будущее этой территории. Но все эти вопросы, они должны быть на повестке дня более актуальными после завершения этой войны. Поэтому я встречу Си Цзиньпиня с Байденом, а заглавил бы как Тегеран 43, я всегда это говорю. Но в Тегеране 43 уже решили вопрос второго фронта в 44-м году. Уже говорили о будущем планеты. Не знали, что в 45-м война закончится. Но уже говорили о том, что как будет выглядеть планету. Но опять же, после этого они собрались в Ялте, а после Ялты они собрались в Потсдаме, если вы помните. Поэтому еще будут такого типа встречи. Но вот базовая, базовая, я так думаю, эта встреча произошла вот здесь в Индонезии. И я думаю, вот второй фронт, он открыт в теме ядерного оружия. То есть, я так думаю, не допустят они категорически. А если у России отнимают эту ядерную дубинку для использования ее в этой войне, какая страшилка есть у России сегодня? Чем они могут победить сегодня украинцев? Кроме ядерного оружия, допустим. Мотивации солдатами нету. Мотивации народам нету. Мобилизация народ бежит из страны. То есть, у них нет никакой мотивации. Ресурсы есть ли у них? Ресурсы нет у них никаких ресурсов. Если Китай был бы на их стороне, как Запад на вашей стороне, можно было бы сказать. Но Китай сегодня с каждым днем придерживается все более жесткого нейтралитета. И Китай нейтралитет сегодня ближе уже к Западу, нежели к той же России. Но он еще не так ближе. Я тут напомню, вот очень важную вот эту встречу. Я также параллель провожу. В 70-е годы в Америку приезжал Дэн Сяопин. И когда тогда между Советским Союзом и Китаем были проблемы, 1969 года на острове Таманский они воевали. И Америка хорошо сыграла на этом противоходе. Она Дэн Сяопина приняла на высоком уровне. Тогда здесь был Збигнев Бжезинский госсекретарем, президентом был Никсон. Потом, через пару лет после Джеральда Форда, он встретился с Дэн Сяопин уже с Джимми Картером. И вот тогда вот это китайское чудо, вот эта реформа Дэн Сяопина, фундамент, тогда был заложен американцам. То есть если тогда американцы с китайцами в пику Советскому Союзу сумели договориться, на вот этом противоречии между Китаем и Москвой, точно так же сегодня они могут на этом сыграть. Я вижу тенденцию именно в этом направлении. И я уверен, что, как сказал тот же Байден, мы скорее договоримся, чем не договоримся. Потому что у нас есть много того, что нас заставляет договориться. И если вы меня спросите, холодной войны не будет. Он прям так и сказал. Это же не просто так. И этот позитив, потому что между ними товарооборот, посмотрите между ними. А если добавите Евросоюз, это почти полтора триллиона долларов. У России в 10 раз того меньше, что между Россией и Китаем. Китаю есть что терять. Поэтому это все говорит лишний раз о том, что мир понимает. И вот это все тенденция к тому, что они понимают, что надо заниматься этой территорией. И если Китай и Соединенные Штаты договорятся, то они договорятся и по этой территории. Точно так же и про нуклеаризацию этой территории. И место этой территории в будущем, это многополярное мире. Рамзин, по поводу будущего России, геополитики, наличия на этой геополитической арене нас, всех других держав и так далее, и готовности этих держав к распаду и дефрагментации России, хотелось бы поговорить, конечно, о Турции, которая в момент распада Советского Союза в силу различных причин к этому не была готова. И тюркские страны, которые потом стали частью СНГ, они, к сожалению, оказались такими сателлитами Москвы. Сейчас наблюдаете ли вы подготовку Турции к распаду России? Готова ли сейчас и подготовится ли Турция сейчас к этому распаду? Очень хороший вопрос. Я благодарю вас за него, потому что я тогда работал в правительстве Азербайджана после развала Советского Союза, как раз когда вот это все произошло. И тогда покойный президент Турции, Тургут Узал, совершал свой вот этот исторический вояж со Средней Азии, и он потом приехал в Азербайджан последний. Вот он прошел по всем этим тюркоязычным странам, независимым, вновь образовавшимся. И вот последний раз он был в Азербайджане, я как раз принимал участие в делегации Азербайджана, делегации Турции. И вот эти все вопросы, о которых вы сейчас говорите, тогда поднимались. Тогда вот Турция стремилась, вот как раз таки она хотела этого добиться. Но тогда, понимаете, одних желаний этого недостаточно. Все должно в мире так сработать, геополитическая ситуация, политическая конъюнктура и многое, потому что многие не знали, как будет развиваться этот мир, потому что развалился такой гигант, колосс на глиняных ногах. Был двуполярный мир, а больше его нету. Как будет все выглядеть? И, к сожалению, ошибки Запада. Турция была составной частью этого Запада, членом НАТО. Потому что Турция глазами и ушами были на южных границах с Советским Союзом. Вот эта база Венжелик всегда была. Поэтому между Турцией и Советским Союзом были всегда плохие отношения. Вот, если вы помните. И, к сожалению, Тургута зал внезапно скончался через несколько месяцев после вот этого визита. Я это помню. Сулейман Демираль, конечно, не оказался тем политиком, который должен был оказаться этим политиком. Но потом вот эта проблема между Турцией и Евросоюзом. Вот то, что Турцию не приняли в Евросоюз в 2007-2008 году. На всех парах она туда шла. И Франция, и Германия блокировали эту тему. Ну, вот системный кризис, так скажем, системный кризис коллективного Запада и членов НАТО, и вот вновь образовавшегося Евросоюза не дали возможность вот для того, чтобы Западу понять, что происходит в мире. Этим грамотно воспользовались, конечно, в Москве. И они реанимировали вот это все советское мракобесие, насколько это было возможно. Да? И вот апогеем этого стала вот эта война. До этого это было в 2008-м Грузии, потом в 2014-м, и потом вот апогеем стала эта война. И, но сегодня, за последние вот 10-15 лет, если возьмем современную Турцию и ее политику, да, вы видите, что политика Турции сегодня совершенно другая. То есть вот то, что я говорил 30 лет назад Турция хотела, это уже реализовывается, это реализует, переводится, вот есть форма, а есть содержание, да, это со времен Платона еще известно, да, в жизни всегда это есть. Форма может быть красивой, но нет содержания, тогда нет гармонии. И в человеке это точно так же, да, в человеке все должно быть хорошо, да, как говорил Чехов, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, да. Точно так же и в политике, вот если мы говорим о стране, в стране можно построить небоскребы, все, а простой народ плохо живет, или инфраструктура не работает, и много чего-то, значит содержание не работает. Поэтому это все должно гармонично работать. Но когда вот объявили о создании вот этой политики, и это началось, заметьте, это началось с Черного моря и до Средней Центральной Азии. Это вы про государство тюркских держав, правильно? Да, да, именно про это. Вот смотрите, и какой путь прошли, и буквально пару недель назад прошел первый саммит тюркских государств. Тюркских государств. До этого не было такого. До этого они встречались, 11 саммитов было, типа совета было. Встречались, общались, вот такого типа, да. Вот как тот же СНГ. Оно же на бумаге есть, но оно ничего не притворяет в жизни. Потому что нет политической воли, нет объединяющей идеологии этих стран. Объединяющую идеологию. А вот тюркоязычные вот эти государства, у них история, у них религия, у них культура, у них язык, много чего общего. К сожалению, разница большая еще есть. Это очень важный вопрос. И об этом как раз-таки на этом саммите президент Турции говорил. Он сказал о том, что разница между Турцией и вот этими тюркоязычными государствами, которые оказались под Советским Союзом вот эти сто лет, они же их русифицировали. Кириллису вели, атеизм и многое другое. Как могли, они ломали. И поэтому очень много мы видим иногда разницу. Мы же ездим в Турцию, мы понимаем менталитет какой у них, менталитет какой у нас. Опять же, мы понимаем, что мы родные, нас объединяет очень много. Просто теперь это надо преодолеть. То есть, вот это как реинтеграция, так скажем. Вот реинтеграция вот всех этих тюркоязычных государств в единое экономическое, в единое политическое, в единое идеологическое, информационное и так далее, культурное. Но это же не проблема одного дня. Это политика, это проблема политиков, государственных деятелей, в первую очередь. Не которые думают о выборах, как говорят, да, политики думают о следующих выборах, а государственные деятели думают о следующем поколении. И вот я думаю, что вот эта форма стала наполняться содержанием. И это вот то, что происходит сегодня в мире, лишний раз говорит о том, что вот это будет еще один из центров. Вот это тюркоязычное государство, они будут еще одним центром, начиная с Черного моря, кончая Средней и Центральной Азией. И далеко не случайно сегодня Турция поддерживает сегодня так Украину, потому что это тема Черного моря. Турция и Украина военно-страдегические партнеры. И они исторически воевали с той же Россией, сколько войн был, да, между Россией и той же Турцией. И вы что думаете, они так с любовью друг друга пустят на свою территорию? Ну, вы же видите, как Турция продвигает свои интересы в Ливии, в Сирии, на Южном Кавказе. Два года назад кто мог предположить, что Россия согласится? 30 лет они не пускали этого, а теперь они никуда не делись. У них других вариантов нет. А ваши успехи, ваша сопротивляемость еще больше поднимает значимость Южного Кавказа, потому что Запад закрыт, значит, у них единственное окошко это через Южный Кавказ, через ту же Турцию. Поэтому они не заинтересованы портить отношения с тем же Азербайджаном, с той же Турцией. Они не заинтересованы сегодня портить отношения и с Китаем через призму той же Средней Азии, Центральной Азии, потому что там с одной стороны Китай активничает, с другой стороны та же Турция. И поэтому везде идет выдавливание России. А что касается России, почему так намертво стало в Белоруссии и в Украине? Потому что там для нее это ее культурное пространство, ее понимание, ее идеология. Там вопрос власти Кремля. А в Средней Центральной Азии, в Южном Кавказе, там вопрос о власти Кремля пока не стоит. Там вопрос стоит их стратегических интересов, их территории. И поэтому они думают, лучше я сделаю немножко шаг назад в отношении Турции, в отношении Китая. Вот Китай строго показал пальчиком, и они ушли из Казахстана за 10 дней. То есть поэтому а где вы видели, чтобы русские уходили бы так быстро. С Белоруссии они ушли, с Украины они уйдут. То есть вот поэтому они тут стоят намертво. Поэтому мы должны понимать, и вы меня спрашиваете, я просто вижу, как идет наполнение вот этой формы тюркских государств и политические, и идеологические, и культурные. И по мере ослабления России вы будете видеть, как будет идти усиление. Главное, чтобы в этих странах политические элиты, политические элиты, не только те, которые находятся у власти, все общество, оно понимало бы перспективы к чему это, как мы идем. Потому что это же тот же самый Евросоюз, грубо говоря, образно, если взять. Границы, экономика, впереди должна идти экономика. И если под это дело создать вот этот хороший центр во всех, и тема образования там может быть, и тема медицины, мы же можем прекрасно работать и с другими центрами, то есть тем же Евросоюзом. То есть вот эти центры, которые новые образуются, под них образуются новые мировые институты, тоже организация объединенных наций тоже будет меняться функционально. Тема вот этих, ВЕТО, право ВЕТО и все остальное. И НАТО будет меняться. Будет создаваться новый военно-политический центр, скорее всего. Заметьте, и Борис Джонсон предлагал там от Великобритании, Польши, страны Балтии, Украина, Румыния, та же Турция. То есть очень много может быть вариантов. Конечно, война еще не закончилась, но я вижу подготовку вот этих главных стран, будущих этих центров. И там одна из важных таких точек, это вот это тюркские государства, лидером которых является даже Турция. Но вот для меня, для крымской татарки, наверное, основным фактором и основным таким маркером эмансипации тюркских держав, тюркских стран, которые являются мне братскими, это будет вопрос Крыма, потому что Крым это вопрос такой лакмусовая бумажка, как говорят, российский либерализм, российская демократия заканчивается на вопросе, чей Крым. И вот когда на тех же международных площадках, на тех же голосованиях различных резолюций в рамках ПАСЭ, ООН и так далее, не только одна Турция будет отвечать за весь тюркский мир и голосовать за в помощи Украине, да, из-за непризнания оккупации Крыма, но и вместе с Турцией будет стоять рядом Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и другие страны, вот тогда я точно поверю в то, что тюркский мир укреплен и он стратегически уже у него совсем другое видение и он полностью эмансипирован от России. Да, здесь, конечно, можно говорить про экономические интересы, но с другой стороны, ведь Турция тоже имеет экономические взаимоотношения с Россией, но при этом имеет системную поддержку Украине, Крымским татарам и Крыму. Почему другие страны не могут на это осмелиться? Знаете, это хороший вопрос, и вот если мы хотим откровенными быть до конца, потому что это касается нас каждого лично, я еще не знаю, еще не встречал ни одного политического деятеля, или будь то он во власти, будь то он во оппозиции, кто же сказал что-то не то, что говорит сейчас вы. Но другое дело, другое дело, в публичной плоскости та смелость и тот уровень, который могут себе позволить сегодня Турция, и как вы говорите, почему других нету. Простой ответ на этот вопрос, потому что все эти годы после развала Советского Союза все эти тюркоязычные государства, они были объектами международной политики, они не были субъектами. Субъектом международной политики вот все эти 12 стран СНГ, Прибалтику я отделяю, потому что Прибалтика стала субъектом, как только они стали в НАТО, как только они стали в Евросоюзе, они уже стали субъектами международной политики, поэтому они могут выступать где хотите и говорить, что хотите, даже если у них такие маленькие страны, и у них нет там армии, понимаете, то есть они позволяют себе это, потому что они субъекты, они члены Евросоюза, они члены НАТО, все, это и есть их субъектность международной политики. У этих стран этой субъектности не было все годы независимости, то есть, как говорил один сатирик, покойный Михаил Живанецкий, «Содружество независимых государств». Почему независимых? Потому что от них ничего не зависит. Вот это на самом деле правильная фраза. После Второй Карабахской войны первая страна, которая сделала шаг в сторону субъектности, это была Азербайджан. Опять же, благодаря Турции. Той поддержке, которую оказала Турция, армии, модернизировала армию по стандартам НАТО. И Азербайджан пошел и освободил 95% своей территории. Вопреки России, вопреки тем, кто поддерживал Армению все эти 30 лет. Вопреки вот Минской группы ОБСЕ, там сопредседателем были Россия, Франция и США. Никто не поддерживал Азербайджан, дурили Азербайджан так же, как вас с 2014 года. Вот этим минсками согласились. И давили на вас, соглашайтесь, давили на нас, соглашайтесь. Ни мы не согласились, ни мы не согласились. И слава Богу. Теперь когда это произошло, кто поддержал Азербайджан помимо Турции? Пакистан, Израиль и Азербайджан. Вот сегодня, заметьте, в Азербайджан уже приезжают Усулы фон дер Ляйн, в Азербайджан уже в Вашингтоне на прошлой неделе переговоры прошли на уровне Блинкина. И же Америка заставляет Армению идти на мирный договор с Азербайджаном. Путин в Сочи что сказал? Юль Сумханам. Он сказал, что, да, вот есть два варианта. Один Вашингтонский, но это не Вашингтонский, он Брюссель, Вашингтонский, западный, да? Он говорит, один Вашингтонский, один российский. По Вашингтонскому территорию Карабаха это тема закрыта. Это территория Азербайджана. По российскому миротворцы еще там остаются, мы это потом еще будем. То есть на пороховой бочке, так как это было в Приднестровье, в Абхазии, в Азербайджане. То есть Армению заставляет идти по российскому варианту. Америка заставляет Армению идите, подписывайтесь с Азербайджаном мирный договор. 30 лет они выступали против этого. И Брюссель идет за это. То есть к чему я веду? Уже они поддерживают Азербайджан. А почему? Потому что субъектность появилась у Азербайджана. Значимость Южного Кавказа повысилась. У них во врагах сегодня Россия, Иран. Россия и Иран являются врагами также Азербайджана. Россия и Иран являются стратегическими партнерами Армении. И поэтому чтобы освободить Армению от этой зависимости они давят на них. Если вы хотите чтобы мы освободили вас от Ирана от России подписывайте мирный договор с Азербайджаном. Автоматически значит будет мирный договор с той же Турцией. Турция член НАТО. И тогда мы коллективный Запад сможем гарантировать на Южном Кавказе мир в той же Грузии в том же числе. Тем более до этого Россия поломает свой хребет на Украинском фронте. Вот то что происходит это когда появилось? Только после Второй Карабахской войны. А до этого таких разговоров никто не проводил. Вот это субъектность. И теперь у вас 24 февраля у вас субъектность ноль а сегодня уже она в определенном проценте уже есть. Вы уже сидите за столом. Да может быть не на том еще уровне но вы же видите как уже с вами считаются. Уже вы субъект уже просто так не проходит. Это и есть субъектность. А чем больше вы будете ее укреплять тем больше с вами будет считаться. Если вам надо это укреплять на поле боя значит делайте на поле боя. Вот поэтому Азербайджан и готовится потому что там еще не завершилось это все. И Азербайджан всегда готов к эскалации. Заметьте Иран грозится Россия грозится но Азербайджан ядерный Пакистан рядом Израиль рядом Соединенные Штаты открыто сказали устами Госдепартамента если Иран нападет на Азербайджан Соединенные Штаты будут рядом с Азербайджаном. То есть к чему я это веду? Что естественно и Турция естественно и Израиль поэтому Азербайджан сегодня и географически а еще сам после второй Карабахской войны поменяв статус стал субъектом международной политики поэтому ответ на ваш вопрос лежит именно там чем больше субъектов международной политики чем больше субъектность Азербайджана вырастет до такого уровня что можно не бояться России потому что Россия еще на ногах если вы хотите как вам сказать уверенности со стороны таких стран как Азербайджан Грузия например Молдова или вот например если вы спрашиваете про тюркоязычные страны Средней и Центральной Азии если вы хотите от них уверенности посмотрите на неуверенность членов НАТО стран Евросоюза вот ракета упала на территорию Польши видели их реакцию а когда тема с Калининградом была видели их реакцию если они боятся еще этого медведя а что вы хотите от этих которые под этим медведем 200 лет находились и еще там армия находится и они много чего могут сделать поэтому если вы хотите их уверенности вы следите за тем чтобы их субъектность увеличивалась бы поэтому а субъектность субъектность так просто не дается субъектность и опять же субъектность этих всех стран сегодня решается также на полях Украино-Российского фронта и именно поэтому народы этих стран всех тюркоязычных полностью на вашей стороне и там не только тема Крыма и это не только из-за темы Крыма потому что они точно понимают что здесь хребет поломают России значит Россия ослабнит свои когти на всей этой территории и тогда они могут двигать дальше усиливать и свою субъектность вот ответ на ваш вопрос сегодня на территории оккупированного Крыма крымские татары коренной народ полуострова ждет возвращения туда Украины и деоккупации этого полуострова ведь на протяжении последних восьми лет Россия репрессирует наш народ начиная от первого заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла заканчивая крымскими татарами которые просто против оккупации многие из наших сидят сейчас в застенках Кремля многие крымские татары за все эти восемь лет были подвергнуты жесточайшим репрессиям пыткам многие пропали без вести к сожалению до сих пор неизвестно ничего о их судьбе в том числе Ирвин Ибрагимов это член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и сегодня Крым надеется на то что в ближайшее время он будет деоккупирован как вы видите возвращение Крыма в состав Украины как это возможно учитывая что Россия назвала эту территорию для себя сакральной и определила красную линию как там они любят говорить 8 лет что Крым вне переговоров Крым это вообще в периферии это наша там территория если на Крым будет какая-то атака чуть ли не ядерное оружие будем применять что вы думаете по поводу нашей Родины если вы будете свои телодвижения план своей жизни по освобождению этого Крыма ну определять не не думая и не слушая что говорят там в Кремле тогда вы скорее его деоккупируете как говорил Черчилль да чем для того чтобы легче дойти для своей цели поменьше надо бросать камни в каждую лающую собаку они много чего могут говорить о сакральности они много чего могут говорить Советский Союз тоже говорил о сакральности при Балтике Балтийских стран в течение дня одного без единого выстрела они вернулись там где они должны были быть в лоно цивилизованного мира после пакта Молотова-Риббентропа после 91 года сколько лет это прошло сколько лет прошло ну опять же а где была эта сакральность а сакральность всего остального что точно так же развалилось как карточный домик по принципу домино потому что когда разваливается вот такая махина тема сакральности исчезает вместе с этим поэтому они много чего могут это говорить для меня например в этой тематике более важно например 5 или 7 миллионов я не знаю точно но более 5 миллионов точно сегодня живет Турции крымских татар это кредит это все то это все то вот это так же ответ на ваш вопрос да так же ответ на ваш вопрос кто будет возрождать эту территорию кто будет поддерживать эту территорию вот именно Украину кто будет поддерживать вот в освобождении этой территории другое дело вы говорите каким образом это произойдет это может произойти и политическим путем это может произойти ей военным путем. Все зависит от развития этой войны. Как она пойдет? Вполне может быть. Когда вот это системно... Вот сейчас я же вижу, Запад системно работает. Уже пошел, уже системно. Экономически давят, информационно давят, идеологически давят и военным путем вас поддерживают. Советский Союз также системы разваливали. И когда вот это системно уже начнет давать определенное, уже мы будем видеть. То есть, например, на поле боя мы вот сейчас увидели несколько моментов. Мы видим в России, в экономической сфере тоже это видно. И цены, и там, и многие моменты, которые можно наблюдать. Зима приблизится. Глядишь, это уже так же, когда вот Советским Союзом 10 лет это было. Афганистан, когда война началась, тогда никто не говорил, о, как это может быть. Но я прошел все эти 10 лет, живя в Советском Союзе. Я это помню. Я помню, как это привело к пустым полкам. И в один момент, когда вот это... Час икс такой произошел, и страх ушел у людей. Вот эта перестройка началась, и миллионы пошли на площадь. Точно так же может быть. Его величество случаев никто не отменял. Вполне может быть. В какой области он может произойти. В Кремле может произойти. Вокруг Кремля может произойти. Где-то что-то... Это может усилить. Но то, что процессы идут в этом направлении, они однозначно идут. И когда это вместе с вашими успехами на поле боя будут идти в унисон, вот тогда можно будет четко говорить. У меня нет сомнений, что Крым будет освобожден. Его может быть освобожден только двумя путями. Или политически, или военным путем. Вы политически его сдали. То есть без единого выстрела. Поэтому есть гарантия того, что без единого выстрела можете вернуть. Варшавский договор весь. Без единого выстрела же освободили. Две Германии без единого выстрела вернулись, да, объединились. Прибалтика без единого выстрела вернулась. Для этого что надо? Для этого надо ослабить, хребет поломать той политической системе, которая засела сегодня в Кремле. Так это происходит. Просто надо дождаться этого. А усилить, ускорить этот процесс, опять же, в первую очередь, зависит именно от вас и от ваших успехов. Рамисбей, вот такой вопрос еще хотела вам задать. На нашем прекрасном тюркском языке есть такая фраза. Джо-Рафия кадердер. И мне, как крымской татарке, прекрасно понятно, что она означает. Потому что, начиная с распада Крымского ханства и оккупации Крымского ханства Российской империи, это в 1783 году, каждая следующая власть и следующее образование в России, оно меняло только название, но не меняло ни в коем случае содержание. И все действия, начиная от Российской империи, Советским Союзом, Российской Федерации, были ориентированы на уничтожение крымских татар в Крыму и продолжение вот этой политики Екатерины Крым без крымских татар. И сейчас, после победы Украины, в чем у меня нет никаких сомнений, понятно, что рядом будет оставаться вот это образование. 140 миллионов человек, которые живут на этой географии, на этой территории. И нам от этой географии, где находимся, мы никуда не деться. Вот что для вас будет настоящей победой Украины, победой всего цивилизованного мира? Это возвращение Украины к границам 91-го года или это распад путинского режима, дефрагментация России? То есть куда денется эта территория, что с ней произойдет? Что будет являться реальной победой свободного цивилизованного мира, в авангарде которого сегодня стоит Украина? Для того, чтобы глобально ответить на ваш этот вопрос, конечно, мы должны быть честными и сказать, что война, которая принесет даже вам победу на поле боя, не может считаться окончательной, ежели путинский режим устоит на ногах и будет у него возможность через определенное количество времени прийти в себя, набраться сил и дальше продолжать свою экспансию. Более того, даже если там в Кремле произойдет какая-то рокировка и туда из тех, кто вокруг него, снова кто-то придет для того, чтобы на время договориться с Западом на каком-то перемирии или что, это опять же не решение вопросов. То есть это мы видели в 91-м году. Главное понять, я думаю, на Западе это уже понимают, когда не решили вот хирургически вот эту тему советского мракобесия. С немцами почему так произошло? Почему немцы сегодня стали снова такой уважаемой страной? Потому что они провели дефашистизацию своей страны. Вот как они говорят, деноцификацию. Вот тогда с немцами это произошло. Конрад Аденауэр, благодаря Западу, всем остальным, они это прошли. Коллективная ответственность. Они сделали Нюрнбергский процесс. Они пропустили всю нацию через это. И где-то к 60-м годам они только-только-только вышли. И вот после развала Советского Союза, поэтому ему удалось ГДР тоже присоединить. Потому что тогда они заслужили это. То есть в этом плане. И мир их поддержал в этом вопросе. Для того, чтобы Россия вернулась бы в лоно цивилизованного мира, она должна пройти через свой Нюрнберг. Потому что сегодня она стала исчадием ада. Путин стал современным Гитлером. И российское общество, оно несет эту коллективную ответственность так же, как и немецкое общество. Даже включая тех, кто были против Гитлера. Включая тех, кто сегодня против того же Путина. Потому что 20 лет они были в этой России. Даже все вот эти представители российской либеральной оппозиции. Массе своей, которые стали, некоторые из них звездными героями на ваших каналах. Бегут к вам, индульгенцию ищут. Их страна напала на вас. И они виноваты в том, что у них фашизм сегодня на территории. Как такое им? Поэтому пока эта территория не пройдет через вот все то, что через прошла та же Германия фашизмская. Конечно, будущее у этой территории очень туманное. И когда оно произойдет, оно должно произойти. И вот только после этого можно будет говорить о том, что должно быть во взаимоотношениях той же Украины, той же России. И включая ваш вопрос. То есть вот как можно думать о перспективах будущих взаимоотношений. Включая и тема крымских татар. Но тема крымских татар, она меня, знаете, с каждым днем, с каждым днем, вот глядя на геополитическую ситуацию в мире, она у меня больше еще, больше оптимизма. Посмотрите исторически. Крым как был остался. Так и название Крыма никто не менял. Грым, да, это турецкое слово. Обрыв. Ров. То есть это слово осталось. Поэтому даже они этого сделать не смогли. У них там 140 миллионов. Но у вас там крымские татары остались. Миллионы их сегодня в той же Турции. По всему тюркоязычному миру отношения однозначно. Никто этого не поменял. Другое дело, геополитика сегодня меняется в вашу же сторону. Просто мы должны понимать опасность и риск с той территории. Ну если создаются новые центры, и одним из этих центров будет вот эти тюркоязычные государства, тогда вы должны быть еще более уверены. Потому что тюркоязычный вот этот центр, он однозначно будет военно-стратегическим партнером Украины. Украина, вышедшая из этой войны, она будет одним из главных центров. Она займет то место, которое занимает сегодня Россия. Не просто так она в семерке сегодня. Не просто так на двадцатку ее приглашают. У нее география, как вы сказали, да, Кадыр? Географию никто не выбирает. Это судьба. Вот ваша судьба. И судьба Украины точно такая же. Судьба, та география, которая есть у Украины, ее ни у кого нет. С одной стороны, плохо, что она соседствует с этой, но с другой стороны, она центр между Европой и Азией. И вот значимость, как вот Южного Кавказа сегодня увеличивается, вот точно так же геополитическая значимость Украины увеличивается. Геополитическая значимость Крымского полуострова увеличивается. Выход Черного моря и все остальное. Поэтому огромные возможности и центры, которые будут создаваться, они будут заинтересованы в стабильности как Украины, так и Крымского полуострова. Однозначно. Поэтому, а другое дело, естественно, чтобы была стабильность, нужно убрать риски с той территории, которая сегодня вот так пугает весь мир. Поэтому, конечно, это глобальный вопрос. И это не вопрос одного дня. Но тенденции в этом направлении идут. Во всяком случае, я на это смотрю с позитивом, с оптимизмом. Но, опять же, основа всему это ваша победа. А в нее я не верю. Поэтому слава Украине. Героям слава. Сахунус, Рамис Бея. Ты шекюрлер. Я иным заходу. Зачем? Зачем? Я хочу сказать, что вы... Аллах, Крым татарские, Аллах, Украина на горы, Аллах, нам заходи. Аминь. Чех сахунус. Рамис Юнус был с нами на прямой связи, известный политолог и экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана, управляющий делами парламента страны. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова